Рождественское чудо С Новым Годом, дорогие ребята! А сейчас я приглашаю вас на улицу, немножечко поиграть. А чтобы ваша прогулка была еще интереснее, я вам расскажу, как построить снежную крепость. Для того, чтобы построить нашу снежную крепость, нам понадобится лопатка и бутылочка с водой. Но еще очень важно подобрать правильную одежду. Поэтому не забудьте одеть теплые ботинки, шапку, шарф, перчатки и, конечно, куртку. Когда вы это все собрали, оделись, то мы можем отправляться в ближайший парк, где много снега, и строить нашу крепость. Итак, погнали! Ну что ж, вот мы с вами в парке, где мы построим нашу крепость. Итак, начнем. Для начала нам нужно скатать снег в большие шары. Начнем. Итак, вот наш первый комок, и мы начинаем его крутить, чтобы он становился все больше и больше. И вот готов наш первый шарик. Вы его делаете такой высоты, какой вам хочется. После того, как мы приготовили первую часть стенки, мы приступаем ко второй. Важный момент. Наша крепость будет состоять из нескольких таких стеночек. Сколько их будет, это вы решаете сами. Сколько захотите. Когда вторая часть крепости практически готова, ее надо докатить. Уже готовы наши первые стеночки. И поставить максимально плотно. Не обращайте внимания на эти плечины, мы их будем доделывать потом. После того, как вы сделали переднюю часть крепости, сделайте два шарика на боковые стороны, чтобы было больше защиты вашей крепости. После того, как вы сделали переднюю стенку и боковые, у вас могли остаться небольшие трещинки, зазоры между шарами. Это не проблема. Заделываются они очень просто. Итак, вы делаете небольшой снежок. И как раз в том месте, где у вас есть отверстие, просто его туда прилепляйте. Вот и все. После того, как вы слепили свою крепость и она уже готова к играм, я вам дам еще один небольшой совет. Чтобы она простояла немножечко дольше, полейте ее водой, ту, которую мы с вами взяли из дома. Тогда она точно выдержит все игровые моменты. Чтобы ваша крепость была еще очень красивой и так не выпирала, как шарик, то с помощью вашей лопатки вы можете ее немножечко подрубить. Смотрите, как это делается. Аккуратненько бьете по краю, и у вас получается ровная стенка. А то, что вы отколотили, можно просто-напросто припить к стене, чтобы повысить ее прочность. И вот, наконец-то, наша крепость готова. Теперь смело можно звать своих друзей и начинать, конечно же... Пойнушку!